Предприниматели разного профиля, а также представители от администрации городского округа Щелково собрались к аворкинг-центре среда Space, чтобы рассмотреть и проанализировать возникшую у них идею создания инновационного центра. Это место по замыслу инициаторов должно стать зоной притяжения людей разных возрастов и социальных групп. Бизнес-центр Славия может стать той самой площадкой, на которой в недалеком будущем и разместится арт-объект. Тринити Парк будет многофункциональным, включающим в себя всевозможные виды отдыха, занятия спортом, оздоровительные тренинги, творческий досуг, а также предпринимательство, коммерческую и деловую деятельность и многое-многое другое. У нас три нити. Первая нить – это нить здоровья, потому что активное долголетие, которое должно привести к активному долголетию. Вторая нить – это творчество, креативное, и должна привести к капитализации культуры. Наша страна настолько богата культурой, что ее нужно в мире капитализировать. Все помнят и знают наших писателей, художников, музыкантов. Тот же Китай не может этим покраситься. Ну и безусловно третья нить – это экономика, потому что все равно должно иметь экономический смысл. И вот этот проект – это всегда очень круто, очень здорово, и это новый уникальный опыт, и на самом деле это новые механизмы, новые возможности для бизнеса, и для общения, и вообще по возможности изменить среду. Я считаю, что будет создано единое пространство, на базе которого, на базе этой территории, этого арт-пространства, этого тринити-парка, будут реализовываться все мероприятия в рамках любых наших городских мероприятий. Это и день города, и проведение каких-то тематических мероприятий. В том числе мы слышали, что основной арт-фестиваль будет приворочен к празднованию 90-летия Московской области. Это тоже интересно. Ну и хочется сказать о том, что действительно данный проект, как бизнес-центр «Славия», он динамично развивается, привлекает новые рабочие места. Видно отеческое отношение ответственного человека здесь, который руководит данным бизнес-центром. Стоит отметить, что в Москве существует несколько альтернативных арт-пространств, куда постоянно стекается креативная составляющая столичного бомонда. В основном представители творческих профессий, дизайнеры, художники, журналисты, актеры. Это винзавод, арт-плей и всем известный гоголь-центр. Но в Подмосковье на сегодняшний день такого пространства нет, и Тринити-парк может стать той самой необходимой многим точкой вдохновения, которая на одной территории соберет множество интересных людей. Планируется, что общая территория Тринити-парка составит около 5 гектаров.